Как ускорить интеграцию Украины в ЕС, обсуждали на заседании правительства. В нем приняли участие посол ЕС и депутаты Верховной Рады. Также Кабмин представил сайт, где онлайн-режиме можно будет мониторить информацию о сотрудничестве между Украиной и ЕС. Подробнее узнаем у корреспондентки ЮАТВ Юлии Башко, она на связи со студией. Юлия, расскажи подробнее об этом сайте, чем он полезен для украинцев и какие еще важные вопросы поднимали в правительстве. Этот сайт будет интересен практически всем и не только украинцам. Его достаточно легко найти в интернете. Всего лишь необходимо ввести слова «пульс соглашения». Сейчас на сайте более 2000 заданий и 7500 различных мероприятий. Фактически это информация о реальном прогрессе евроинтеграции Украины. Этот сайт начал работу еще при предыдущем составе правительства, но публично его открыли только сейчас. Предлагаю послушать. Сегодня открываем пульс соглашения. Это система мониторинга выполнения плана мероприятий. Действительно, три года до нас эта система существовала, но была доступна исключительно для представителей государственной власти. Предыдущее правительство не хотело сделать его публичным, поэтому мы в рамках принципа прозрачности открываем эту систему для доступа внешних наблюдателей и аналитиков. Кроме того, Кабинет Министров сегодня также утвердил обновленный план мероприятий по ускорению евроинтеграции Украины. Я напомню, что в течение пяти лет Украина планирует достичь всех экономических критериев по вступлению в Евросоюз. Предлагаю послушать прямую речь. Нам нужно максимально приблизить наше государство к тем эффективным стандартам, которые сегодня работают в Европе. При этом мы понимаем, что мы должны быть максимально прагматичны и должны делать прежде всего то, что выгодно Украине, ее народу и украинскому бизнесу. То есть выходит из того же. С 2014 года Европейский Союз выделил беспрецедентный пакет поддержки в размере 5 миллиардов евро заемных грантовых денег на реформы практически во всех отраслях, где они запускались. Это транспорт, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, антимонопольная сфера, финансовые услуги, охрана окружающей среды. Некоторые из этих реформ сложные, но они пойдут на пользу вашей стране и вашим гражданам. Я напомню, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом было подписано 6 лет назад и до 2023 года Украина планирует войти в Евросоюз. Пока на этом у меня все, Татьяна. Спасибо коллега Юлия Башко с заседания правительства по вопросу европейской интеграции.